Геометрические фантомные категории Перед этим ты рассказываешь всю предысторию Производные категории когерентных пучков Я так напишу по простому фантома С чего мы начинаем? Мы изучаем алгебраические многообразия Мы начинаем с какого-то алгебраического многообразия х И давайте сегодня мы не будем заморачиваться по поводу максимальной общности Что это там, какие бывают алгебраические многообразия и прочее А так в основном на этом докладе я буду говорить про самые простые алгебраические многообразия Простые с точки зрения того подхода, который я буду рассказывать Которые являются гладкими и проективными Значит, это гладкое и проективное многообразие Ну, самый простой пример это P1 Проективная прямая Или какая-нибудь риммонова поверхность Например, эллиптическая кривая Ну, может быть, кривая большего рода Это все одномерные многообразия Ну, дальше идет мир Начинает усложняться Усложняться Двумерные многообразия поверхности Дальше трехмерные и так далее Ну, вот, значит, что я первое, это заведомо гладкое А второе, проективное Ну, тут действительно люди говорят Почему, собственно говоря, проективное простейшее Простейшее, наверное, афинное Ну, вот, с некоторых точек зрения проективное лучше, чем афинное Вот, поэтому вот мы будем рассматривать проективное То есть такое компактное, как бы, что у вас ничего не выброшено Вот, ну, вот у вас есть многообразие И вопрос, как его изучать Ну, можно изучать что? Можно изучать на нем разные подмногообразия алгебраические Вот Но это нормальный, естественный подход Который приводит к разным теориям различным Вот, но все это, в принципе Если взглянуть так глобально на все это хозяйство То на самом деле самое интересное В общем, самое важное, когда вы изучаете алгебраическое многообразие Это изучать на нем то, что называется когерентные пучки Откуда это берется? Ну, потому что и подмногообразие В общем, это можно считать когерентным пучком И векторное расслоение Что как раз важно с точки зрения физики Обычно изучают какие-нибудь голоморфные векторные расслоения на этих многообразиях Все это когерентные пучки Значит, если у вас есть х То вы ему можете сопоставить Ну, например, категорию Векторных расслоений на этом иксе Это категория неабелева И, в общем, есть естественная процедура ее абеллинизации Это как раз переход к когерентным пучкам на иксе Значит, это категория векторных расслоений Ну, то есть конечного ранга Когда векторные расслоения тоже подразумевается Векторных расслоений на иксе А это категория когерентных пучков на иксе Значит, эта категория, конечно, здесь содержится То есть векторные расслоения являются частными случаями когерентных пучков Но есть когерентные пучки, которые не являются векторными расслоениями Ну, вот, например, если у вас есть многообразие х То с любой точкой вы можете связать некоторый когерентный пучок Который является пучком небоскребов Который как бы такой дельтообразный Ну, вот, кто там функциями занимается Все знают, что такое дельтофункция Вот он такой дельтообразный в этой точке То есть он как бы нулевой вне этой точки Ну, а здесь у него вот есть росток Значит, структурный пучок этой точки P Значит, вот это категория Абелева Это значит, что если у вас есть два когерентных пучка F и G И у вас есть какой-то гоморфизм между ними То у этого гоморфизма F существует ядро Которое есть тоже когерентный пучок Коядро Ну, и здесь существует образ, который совпадает с фактором по ядру Вот, значит, вот таким образом X Изучая X Можно изучать когерентные пучки на X Дальше есть некоторое Еще одно движение, которое нужно сделать Еще один move Значит, это перейти от когерентных пучков К производной категории когерентных пучков Это уже не совсем То есть, почему нужно это сделать Это такое Для этого существует куча разных объяснений Например, связанные с тем, что Когда вы рассматриваете различные функторы Между этими категориями То у вас возникают производные функторы Вы все это должны вместе учитывать Так вот Это я сейчас, наверное, объяснять уже не буду По этому поводу, может быть, я что-то буду говорить на лекции Которые будут в 5 часов там на колокриуме В общем, естественно, от X Перейти к производной категории когерентных пучков И эта категория Которая называется производной Вот здесь в названии написано Производная категория когерентных пучков Она является То, что называется Триангулированной категорией То есть на ней есть некая структура Триангулированной категории И вот, собственно говоря Хотя, такие категории мы и будем изучать. То есть, изучать многообразие мы будем с точки зрения того, что будем изучать производную категорию когерентных паучков. Значит, здесь стоит буквочка B, которая говорит, что на самом деле это ограниченная производная категория. Опять же, было бы проще, если бы этот мой доклад был после следующего доклада. Тогда бы мне не пришлось два раза объяснять одно и то же. Просто я скажу в двух словах, но не буду сейчас на этом останавливаться. Значит, что это значит ограниченная производная категория? Объекты этой категории это комплексы когерентных пучков, ограниченные комплексы. То есть, такие комплексы, у которых только конечное число ненулевых членов. Буквочка B это как раз и обозначает. Значит, хорошо. Ну и сразу возникают какие вопросы? Значит, ну что, да. Во-первых, я вам хочу сказать, что вот от X мы перешли к производной категории когерентных пучков. Ну, конечно, после этого можно спросить, почему мы рассматриваем именно такую категорию. Почему мы не можем рассматривать какие-то другие категории, которые естественным образом сопоставляются X? Ну, действительно, здесь можно много чего изменить, да. Например, вот я поставил буквочку B. А можно ее было бы не ставить и поставить там комплексы, ограниченные справа, ограниченные слева, неограниченные вообще. Это чаще всего звездочка. Обозначается, что здесь можно много чего поставить вместо звездочки. Ну, например, там B плюс, минус, пустое множество. Вот. Кроме того, мы можем рассмотреть не когерентные пучки на X, а то, что называется квазикогерентные пучки на X. И тоже рассмотреть различные производные категории квазикогерентных пучков на X. Вот. Вопрос естественный вообще так, конечно, спросить, а почему, собственно говоря, именно такую категорию мы рассматриваем? Почему не другую? Вот. Ну, на самом деле, тем не менее, на этот вопрос можно ответить. Во-первых, это действительно, то есть первое утверждение состоит в том, что это действительно правильная категория. Именно вот это, а не какие-то другие. Хотя существует и другая правильная категория, которая есть неограниченная категория квазикогерентных пучков. То есть реально я хочу сказать, что здесь существует, для гладкого многообразия существуют две правильные категории. Это то, что называется такая совсем большая категория. То есть вы рассматриваете не только когерентные пучки, но любые квазикогерентные пучки. Но это примерно как если бы, когда вы говорите про модули, вы можете рассматривать, конечно, порожденные модули над алкеброй, а можете рассматривать все модули. Так вот, когерентные пучки это как, конечно, порожденные модули, а квазикогерентные как все. Ну, значит, вот я утверждаю, что среди всего этого разного выбора триангулированных категорий существует две естественные. Это большая неограниченная категория квазикогерентных пучков и маленькая ограниченная, наоборот, категория когерентных пучков. Ну, то есть принцип такой. Либо вы не накладываете вообще никаких ограничений ни на что, да? То есть все бесконечно, значит, пучки квазикогерентные, комплексы все неограниченные. Это вот эта категория получится. Либо вы, наоборот, накладываете все возможные ограничения, конечности, то есть когерентные и комплексы, ограниченные с обеих сторон. Вот, понятно, что эта категория здесь содержится, хотя это не совсем даже тривиальное утверждение, как полная подкатегория здесь. Вот, но, опять же, фишка состоит в том, что, значит, вот эти две правильные категории. Почему эта категория чем хороша? Категория хороша тем, что здесь есть бесконечные прямые суммы. Любые суммы любого количества объектов здесь существуют. Это очень помогает при разных действиях с функторами и прочее-прочее. Теорема представимости, брауны, другие. Эта категория, наоборот, маленькая. Хороша тем, что она маленькая, что вы ее в каком-то смысле, ну, так ее проще держать в руках. Вот, значит, все остальное находится как бы между ними. А маленькая, больше не устанавливается? Совершенно верно. Вот ровно я про это хотел сказать. Что на самом деле существуют вот эти две категории, но на самом деле, так сказать, за одну цену вы имеете эти две категории. То есть, зная эту категорию, вы можете восстановить эту категорию, а зная эту категорию, вы можете восстановить эту категорию. То есть информация одна и та же Поэтому я и говорю, что на самом деле Это вопрос исключительно того Что вам в данный момент удобно С какой категорией имеет дело Поэтому можно работать либо с этой категорией Либо с этой категорией И совершенно верно, вы правильно сказали Что эта категория В данном случае является категорией То, что называется компактных объектов То есть малых объектов Вот в этой большой На самом деле, конечно Правильно, чтобы вы Давайте я вас не буду запутывать Это верно только когда x гладкая А если x не гладкая, то вот здесь существует Реально существует другая категория То, что называется категория совершенных комплексов И вот они являются компактными здесь Это уже для любого x, а не обязательно гладкого Эта категория находится между ними А для гладких многообразие это совпадает с этим Если многообразие не гладкое То у нас имеется три категории Это, это и это Эти две за одну цену Потому что это компактно и здесь Это по этой восстанавливается А это находится между ними И это вот уже существенное между ними различие Оно как раз меряет особенности вашего многообразия Вот Но это мы еще сейчас не хотим про это говорить Это опять же будет Может быть я скажу что-то по этому поводу Вот на колоквиуме Вот Короче, это было такое отступление По поводу того, что Вот мы сопоставляем эту категорию И это правильно Вот Дальше значит вопрос Что можно про эту категорию Как бы поизучать Как бы можно было бы эту категорию поизучать Ну и первый естественный вопрос Конечно в такой ситуации Когда вот вы переходите от чего-то к чему-то Это вопрос Как много информации вы теряете Этот вопрос я сегодня Сейчас вот обсуждать не буду Потому что опять же На В пять часов про это Скажу больше Вот вопрос естественный Что вы теряете При переходе от икса К этой категории Я сейчас обсуждать не буду А задам другой вопрос А именно Как описать Ну вопрос философский Да, что такое описать Ну понятно, что Условно говоря Просто про то же самое Сказать другими словами Каким-то образом Ну конечно Некоторая работа Иногда делается И иногда вы эти категории Действительно можете Каким-то образом описать Так вот В некоторых случаях Эту категорию Можно попытаться описать В терминах Полуортогонального разложения Или того, что называется Исключительный набор Значит Исключительный набор Значит Что такое исключительный набор Ну давайте сначала начнем С того, что такое Исключительный объект Ну вот объект Е Это комплекс Объект в этой категории Комплекс когерентных пучков Он у нас будет называться Исключительным Ну для себя Вы можете, например Представить, что это просто Когерентный пучок И это очень содержательно Значит И называется исключительным Если Ну он то, что называется Простой В том смысле Что хома из этого Объекта в себя Это есть наше базисное поле К Да, давайте я просто скажу Что мы работаем Над каким-то полем К К это не кольцо А поле Вот А все остальные Я так напишу Эксты Для понятности Из Е в Е Тривиальны Когда И не равно нулю Значит Вот такой объект Будем называть исключительным Ну Пример Например Взяли проективное пространство ПН И взяли на нем Структурный пучок Что мы про него знаем Ну мы знаем про его когомологии А именно Что у него Его нулевые когомологии Это наше Базисное поле К А все Не нулевые когомологии У него Тривиальны Вот А что такое когомологии Ну а когомологии Это на самом деле В этом случае Эксты Из структурного пучка В себя То есть получаем Что вот Структурный пучок Проективного пространства Является исключительным Где? Ну в производной категории Когерентных пучков На Где он и лежит На этом проективном пространстве Ну понятно Что в общем Теперь Ну если структурный пучок Является исключительным То и любое линейное расслоение Линейное расслоение Почему? Ну потому что Что такое эксты Из линейного расслоения В себя На любом многообразии Ну это все равно Что когомологии Ну это можно сюда перенести Они сократятся Да? Значит это все равно Что и ты когомологии Структурного пучка Этого многообразия Понятно, да? Значит Вот Исключительный Объект Как про него Можно еще сказать В терминах Категорных Что такое Исключительный объект Ну вот Очень просто На самом деле Как это можно сказать Ну с любым объектом У вас Вы можете связать Функтор Значит Давайте рассмотрим Такую Наиболее простую категорию Это категория Когерентных пучков На точке То есть категория Производная категория Векторных пространств Конечномерных Ну ее там Не знаю Как лучше обозначить Ну давайте Я так и буду Писать Производные категории На точке То есть Производные категории Это Конечные комплексы Векторных пространств Значит Векторных пространств Над полем К Понятно, да? Значит Ну там Что такое Векторные пространства Комплексы векторных пространств Любой комплекс Векторных пространств Понятно Это есть просто изоморфин в этой категории прямой сумме своих когомологий со сдвигами. То есть фактически это просто градуированное векторное пространство, объект здесь. Ну так вот, понятно, что если у вас есть какая-то категория, ну а в нашем случае это производная категория когерентных пучков на иксе, и у нас там есть какой-то объект, то с любым объектом у нас связан функтор. Давайте там ие, например, его обозначу. Значит, который что делает? Который просто одномерное векторное пространство К переводит в этот объект Е. Ну а все его прямые суммы в прямые суммы. То есть дальше он что уважает? Он уважает прямые суммы, но и сдвиги. То есть понятно, что, значит, соответственно, прямые суммы векторных пространств, то есть многомерное векторное пространство, он переводит в прямую сумму этого объекта Е. Сдвиги переводит в сдвиги. Значит, понятно, всегда существует такой функтор Более того, к этому функтору есть сопряженный функтор Да, здесь конус, это все банально, как бы в этой категории устроено Здесь все прямые суммы и сдвиги, все объекты Соответственно, и у вас есть сопряженный функтор Это производный функтор HOMA из вашего объекта, ну куда бы то ни было Это является сопряженным к этому Вот значит, у вас есть такой функтор Теперь, что значит, что объект с любым объектом это может связать Это не важно, объект исключительный или не исключительный Но вот если он исключительный, то про этот функтор вы сразу получаете некоторые замечательные свойства про этот функтор ИЕ Значит, что вы получаете? Ну вот, простой факт стоит в том, что если E исключительный, то это равносильно на самом деле тому, что Вот этот функтор отсюда сюда является полным вложением Напоминаю, из теории категорий, значит, что такое полное вложение одной категории в другую Значит, категория C в категорию D, значит, функтор F называется полным вложением Когда что выполнено? Когда для любых двух объектов, значит, для любых двух объектов A и B Здесь у вас есть естественное отображение из, ну, морфизмов, гомоморфизмов Хомы AB, естественным образом, ну, просто по определению функтора Отображаются в хомы из FA, FB, да? Для любых двух объектов, просто по определению функтора, у вас существует отображение отсюда, сюда То есть морфизмы отображаются Так вот, функтор называется полным вложением Если для любых пар A и B это есть изоморфизм Это называется полное вложение Это самый, как бы, такой функтор, который ничего не меняется Вы просто взяли категорию и вложили, да? То есть морфизмы между объектами в этой категории такие же, как между их образами здесь, да? То есть могло бы что быть? Ну, какие-то морфизмы в ноль могли бы перейти, да? Или, наоборот, какие-то морфизмы здесь появились бы новые, да? Ничего не происходит, все то же То есть категория так взяла и спокойненько вложилась в другую категорию И стала ее частью Нет, не эквивалентность Это же... Ну, эквивалентность на образ, можно так сказать, да? Вот, то есть она стала частью этой категории Вот, у этой категории, конечно, может быть много других объектов Вот, как в этой ситуации существует Понятно, что у нас не только объект есть Но есть какие-то другие объекты, которые не являются его прямыми суммами Но вот эта категория вложилась Так вот, объект исключительный Это равносильно, что вот это является полным вложением Вот этот функтор Замечательно Значит, давайте А есть просто вложение? Не обязательно полное? Ну... Это называется с английского fully faithful Фанктор Значит, у нас по-русски он переводится двумя способами Вполне строгий Или Строго полный Ну, в общем, куча всяких названий Мне проще говорить это, конечно, было бы по-английски Fully faithful Однозначно Значит, просто каждое из этих двух слов Что-то означает Значит, faithful строгий И full это полный Значит, одно означает, что вот это отображение является инъекцией А другое, что сюръекцией Да, могу забыть, что есть что Но это не... Вложение инъекции Да, да, да Вложение инъекции Да Ну, вот Что-то из этих Понятно, да? Вот Значит, хорошо Вот у нас, предположим, есть исключительный объект Ну, неплохо Значит, какой-то интересный объект То есть, как-то категорию точки мы вложили в нашу категорию И, в общем, она является ее частью Ну, дальше вопрос А что дальше с оставшимися делами? Вот А может быть, там, да Дальше тоже такая фишка может произойти Может быть, мы еще можем что-то вложить То есть, не что-то, а именно категорию точки дальше вложить И так, чтобы они были согласованы с предыдущим вложением Вот для этого есть понятие как раз Исключительный набор Значит, набор объектов Е1 и так далее, Е, Н Называется Называется исключительным набором Ну, я все говорю про вот эту категорию Это, конечно, общекатегорные вещи Поэтому вы здесь можете поставить там Более-менее любую треангулированную категорию Ну, калинейную треангулированную категорию Д Ну, мы сейчас работаем Значит, в этом конкретном контексте Значит, если Каждый ЕИТ, конечно, исключительный Но, более того, они согласованы друг с другом Каким образом? И Значит, если мы рассмотрим всевозможные эксты ЖИТы из ЕКТОВ в ЕЛТ То они все будут равны нулю, когда К больше Л Для всех же То есть это значит, что из Е2 в Е1 у нас ничего нету Нету никаких хомов, экстов То есть это называется, что эта категория как бы полуортогональна этой То есть в одну сторону у нас нету никаких отображений ни в какие сдвиги И так далее для всех Значит, и так далее для всех Дальше Пример Ну, пример давайте по 1 возьмем Такой baby example Значит, и возьмем два линейных расслоения О и О от единицы Ну, каждый из них исключительный Как я объяснил только что вот здесь и стер это Значит, потому что это линейное расслоение На проективном пространстве Кагмологии нету Все хорошо Вот Теперь, почему они образуют исключительный набор? А исключительный набор они образуют потому, что они не просто Каждый из них исключительный А еще потому, что отсюда, сюда ничего нету Почему? Ну, что такое эксты Житые из О от единицы в О? Ну, это можно сюда перенести Это то же самое, что житые кагмологии пучка О-1 на P1 Какие кагмологии у пучка О от минус единицы? Ну, они все нулевые Для всех же Вот, отсюда следует, что эта пара образует исключительный набор Значит Ну, вот, предположим, у нас То есть у нас есть не просто один Это мы пытаемся в каком-то смысле Так, если построить базис В нашей категории Ну, вот как базис в векторном пространстве Да? Такой, ортогональный Значит, мы взяли какой-то один вектор Ортонормированный И дальше к нему пытаемся ортогональный построить Но в обычном векторном пространстве у нас симметричная ситуация Если один ортогональный То и этот ему ортогональный А здесь не симметричная совершенно ситуация Здесь этот этому как бы полуортогонален Но в обратную сторону здесь явно все меняется То есть мы пытаемся построить такой базис Понятно, что этот базис долго строить у нас не получится В какой-то момент мы оборвемся Так, но самая интересная ситуация Когда мы все-таки построили что-то Что является базисом То есть что полностью покрывает всю нашу категорию Для этого есть определение полного исключительного набора Вот когда исключительный набор называется полный Полный исключительный набор Это такой набор, который порождает Всю нашу производную категорию Когерентных пучков на иксе Вопрос, что такое порождает Ну а для этого есть тоже такое совершенно В каком-то смысле простое определение Что такое что-то чего-то порождает Очень просто Значит, порождает, то есть Минимальная Триангулированная Ну я не рассказывал, конечно, что здесь такое Триангулированная категория Но извините, предполагаю, что знаем Значит, минимальная, триангулированная подкатегория Полная Отлично Полная Полная Минимальная Триангулированная полная Подкатегория В В этой, собственно, категории Содержащая Ну вот все эти объекты Совпадает Ну со всей Не буду ее переписывать Со всей ней Понятно, да? Такое определение, что значит порождает Ну понятно, вот у вас есть что-то Что это значит, что оно порождает Один из способов определить Не единственный, замечу Один из способов определить, что что-то порождает Взять Минимальная Минимальную подкатегорию С теми же свойствами То есть триангулированную Ну вот здесь полную Что значит полную? Полная состоит в том, что Если уж вы берете два объекта То и берете все морфизмы между ними Не какую-то часть морфизмов Что нечестно Вот А все Если уж взяли объекты То и все морфизмы взяли между ними Это называется полная Значит взяли вот все это Полную триангулированную подкатегорию Содержащую все вот эти объекты Она может Она Скорее всего Скорее всего Она будет меньше вашей категории Но вдруг О чудо случилось Она совпала со всей Вашей категорией большой Значит вот Получилось, что вы ее породили Понятно? Тогда у вас набор является полным Пример Ну пример это вы можете только мне теперь на слово верить Как говорится Потому что доказательство того, что что-то является полным набором Это уже некоторая работа Как говорится Ну пример Значит Проективное пространство Берем проективное пространство ПН Дальше берем такой набор О О от единицы И так далее О от Н Где Н и Н Это одно и то же Значит Берем такой набор Ну дальше упражнение детское Значит Теорема Ботта Я не знаю в общем как это все называется Говорят Ну ничего не знаю В общем гомология линейных расслоений на проективных пространствах Надо знать Значит вы легко вычисляете Смотрите, что этот набор является исключительным Значит это не сложно А дальше Доказать, что он является на самом деле полным Это уже некая теорема Беллинсона Его способ доказательства Состоит в том, чтобы он построил С помощью них он построил резольвенту диагонали И это дало возможность получить Значит доказать, что этот набор полный Не так часто А надо сказать честно Совсем редко У нас бывают полные Исключительные наборы Ага, наверное про это рассказывал Ну прекрасно Повторение, мать учения Как известно Вот Да, конечно, наверное Тут я повторяю совсем все, что он говорил Может быть это какой-то другой последовательности Вот, значит Давайте, чтобы я тут ничего не пропустил Значит Да И Давайте еще пару слов Вот по поводу того, что значит полный Во-первых Если у нас набор полный То мы это некоторым образом Графически фиксируем И пишем, что наша категория Вот такими угловыми скобочками Ну вот Имеет полный, исключительный набор Значит Что это значит для нашей категории Ну давайте вспомним Что с каждым исключительным объектом Мы реально связываем подкатегорию В этой категории Да Которая эквивалентна категории точки Просто-напросто Значит С E1 мы связываем категорию точки С E2 мы связываем категорию точки Ну и так далее С EN мы связываем категорию точки У нас получается N Таких Подкатегорий И здесь Ну они упорядочены Что это значит Ну Это значит просто Что на нашей категории Существует фильтрация Там скажем Возрастающая фильтрация Да Такая что Каждый присоединенный член Этой фильтрации Это в точности Производная категория точки Но они между собой Еще как-то зацеплены То есть в одну-то сторону Мы знаем Что у нас нету никаких хомов А вот в другую сторону У нас как раз разные хомы и эксты Могут быть И вот как они все это вместе организуются Это конечно и есть Самая главная нетривиальная структура Которая Вот Позволяла бы эту категорию описывать Но так Первый взгляд Как бы такой Нулевое приближение Стоит в том Что у нас существует фильтрация На нашей категории Такая исчерпывающая фильтрация Да Так что каждый присоединенный член Это просто Простая Самая простая категория Которая может быть Более-менее Да Производная категория точки Вот Значит И Давайте предположим Что это нам дает С точки зрения описания Давайте предположим Еще одну вещь Значит Есть еще Одно свойство От исключительного набора Которое является очень полезным Называется строгий Значит Сильный Строгий Я все время забываю Strong Значит По-английски А как Сильный Ну ладно Значит сильный пусть будет Значит сильный Исключительный набор В разных переводах В советское время Когда переводили Разные эти статьи На английский язык Там переводил Бог знает кто Бог знает как Вот И они переводили Совершенно по-разному Значит Когда люди писали по-русски Они переводили туда Потом переводили назад С английского сюда И получалось Такая мешанина И люди уже забывали Как что там называется А? Сильный Отлично Значит Сильный Исключительный набор Это если В дополнительное Вот к тому Что он у вас Исключительный У вас есть такое свойство Что в прямую сторону Ну значит в обратную сторону У нас как бы ничего нет Да Из Е2 в Е1 Ничего нет Из ЕН В любые другие Ничего нет Никаких экстов нет А в прямую сторону У нас как бы есть какие-то эксты Но вот если мы требуем Что у нас На самом деле в прямую сторону Нету никаких экстов А только нулевые хомы Что очень полезно Значит Сильный Исключительный набор Если все эксты Из ЕК В ЕЛ Житы Равны нулю Для всех КЛ Когда Ж Не равно нулю Давайте взглянем Вот на этот пример Он пример Сильного Исключительного набора Почему? Потому что Если вы посмотрите Например Хомы из пучка О В какой-то Любой другой Здесь объект Это просто его Кагомологии будут Да То мы У него конечно есть Нулевые кагомологии И мы даже знаем Как они описывают В виде симметрических степеней Пространства В Вернее двойственного От которого берется Проективизация Вот Но никаких экстов Старших нету И это вот ровно Это свойство Я здесь и зафиксировал То есть Этот набор является сильным То есть Нету высших экстов Из Из О Высших кагомологий Значит Житые кагомологии Пучка О От К Ну Равны нулю Для всех к Для всех к Больше равных нулю Например Например Значит Ижи Не равных нулю Понятно Да Значит В этом случае Если у нас есть Сильный исключительный набор То ему Давайте сигма Например Его буду для краткости Обозначать Вот у нас есть Сильный исключительный набор То ему Естественно Сопоставить Сопоставить можно всегда Но естественно Именно когда он сильный Такую алгебру А Алгебру эндоморфизмов Этого Исключительного набора То есть Рассмотрим все хомы Между всеми Этими объектами Получим алгебру Это конечномерная алгебра Конечномерная Алгебра Эту алгебру Часто описывают В терминах Колчана То есть Модули над этой алгеброй Это все равно Что представление Колчана Который давайте я буду Значит это А сигма Я обозначу Для набора сигма Значит представление Колчана Ку А Сигма Давайте как раз Проще всего Это объяснить Сразу на примере Вот возьмем П1 У нас есть набор О И О От единицы Что будет Алгебра Вот этих алгебр Эндоморфизмов Ну понятно У нас есть Эндоморфизм Каждого из них Это просто поле К Есть еще Двумерное пространство Хомов Из О В О От единицы То есть Вместе у нас Получится Вот эта алгебра А Эта алгебра Является Четырехмерным Векторным пространством Над нашим полем К Ну а устроена Вот она ровно так Как устроена И проще всего Это изображать В виде колчана Что у нас есть Две вершины И две стрелки А дальше Это все можно Тензорно умножить Как бы на К И получить Ну вот Обычно не рисуют Потому что Тождественный Морфизм Из объектов Себя Никогда не рисуется Для краткости Потому что Он всегда есть В категории И его опускают Поэтому можно не рисовать А можно и нарисовать Ну вот давайте Могой нарисовать Значит Это будет Значит это объект 0 Это объект 1 Значит Ну вот у каждого У них есть Соответственно Свой тождественный морфизм Тождественный в нуле Тождественный в единице Вот Для этой алгебры Это два проектора Да такие получаются Вот Соответственно Так вот Собственно говоря Модули над этой алгеброй Значит Это все равно Что представление Этого колчана А что такое Представление Этого колчана Вот давайте Теперь я это сотру Потому что Это мне уже мешает Стало сразу Значит Я нарисовал И сразу Стало мешать Вот Значит Что такое Представление Этого колчана Ну очень просто Представление Это значит Над каждой вершиной Вы вешаете какое-то векторное пространство да у вас тут висит какой-то в 0 а здесь висит какой-то в 1 а между ними с каждой стрелочке сопоставляете линейное отображение все понятно да одной стрелочке одно линейное отображение другой другой то есть у вас есть два линейных отображения между двумя векторным пространством вот все все представления данного колчан здесь все просто Ну и понятно, что не должно быть сложно, P1 же, не бог весть что, как говорится. А если бы у вас уже было P2? Я еще этого не сказал, я сейчас скажу. Я пока вот только сказал, что мы можем построить. Я пока не сказал, что мы что-то описали. Это будет некое утверждение, которое я сейчас сформулирую. Давайте пока я сначала, чтобы было понятно, какие-то примеры приведу. P2. У нас здесь есть исключительный набор О, О от единицы, О от двойки. Это на P2. Ну, с точки зрения колчана, значит, у нас три вершины, три стрелки здесь, три стрелки здесь. А сколько здесь у нас стрелок? Шесть. Я их все не нарисую, а так сделаю так. Значит, у нас здесь я повешу пространство... Ну, не путайте с этими вы, значит, ну давайте U напишу. Значит, эти три стрелки я как бы организую в одно пространство. Реально лучше его писать U со звездочкой, потому что оно двойственно. Проективизация U. Здесь другое U со звездочкой. Ну, а здесь его симметрический квадрат. Это вопрос о том, как эти стрелки компонируются. Ну, в терминах стрелок вы можете написать, у вас есть здесь базис такой, здесь есть базис такой, у вас есть композиции разных стрелок. Если бы у вас не было никаких соотношений, у вас бы было сколько из этой сюда? Девять, да? Здесь три можно взять, и здесь любые три можно взять. Но некоторые из них совпадают, потому что мы берем не все, а симметрический квадрат. У нас вот так и вот так, это все равно, что вот так и вот так, например, да? А на B равно B на A. Ну, примерно. Симметрический квадрат. То есть, с соотношениями получается колчан. А раз колчан с соотношениями, то представление уже не просто так. То есть, вот что такое представление этого колчана? Значит, у вас уже тут три векторных пространства. Значит, V0, V1, V2. Из V0, V1 у вас есть три линейных отображения. Из V1, V2 тоже три линейных отображения. Но не абы каких. Они теперь согласованы. Каким образом? Но тем, что вот так и так, это так и так. Понятно, да? У вас есть композиции, у вас некоторые равны. То есть, есть некие соотношения. И это уже у вас приводит к достаточно богатой, хотя и линейной алгебре. Вот такое описание когерентных пучков в таких виде, таких вот модулей, это называется монадой. Как раз вот такой подход, описание векторных расслоений инстантонов на P2, например, в терминах монады. Там Барт и прочее, прочее. Как раз вот это вот ровно оно и есть. Значит, почему описание? Это как раз я забегаю вперед. И сейчас я скажу, собственно говоря, чем хороша вот эта алгебра для вот этого набора. Значит, предположим, теорема, предположим, что на х имеется полный, строгий, исключительный набор. Тогда производная категория когерентных пучков на иксе эквивалентна производной категории конечномерных модулей вот над этой алгеброй асигма. Что, опять же, эквивалентна производной категории представлений вот этого колчана хуа-сигма. Ну, вторая эквивалентность – это некоторая банальность, как бы такая, просто переписывание в других терминах. Вот, просто что модули – это то же самое, что тут вот эта эквивалентность, она на уровне производной категории ни при чем, она на уровне вот этих категорий происходит. Понятно, да? А вот эта эквивалентность тут при чем? То есть она, конечно, ни в каком смысле не на уровне абелевых категорий совершенно. Вот она на уровне производных категорий. Но эта теорема принадлежит Лёше Бондалу. Бондал. Вот, значит, ну, вот это можно считать некоторым описанием производной категории экогерентных пучков в терминах исключительного набора, да? Что мы имеем? Ну, вот мы имеем, что наша категория имеет полуортогональное разложение, которое состоит, сейчас скажу, что это такое еще раз более подробно, что такое полуортогональное разложение, но я уже это вот как бы говорил, вот это я переписываю, которое состоит просто из производных категорий точек. Более того, знание вот этой алгебры, а, сигма, оно нам дает знание того, как эти категории между собой зацеплены. Понятно, да? И позволяет всю эту категорию уже полностью описать в терминах модули над этой алгеброй. Ну, пара отступлений. Значит, если набор не полный, полный, но не сильный. Ну, тогда надо просто эту алгебру заменить на более правильную вещь, то есть надо просто здесь посмотреть не эндоморфизмы, то есть не только хомы между этими объектами, но и все старшие экстры надо смотреть. Все это вместе организовывается, можно организовать в виде либо ДЖ-алгебры, либо то, что сейчас иногда лучше говорить в терминах А-бесконечность-алгебры. То есть тогда с набором сигма мы связываем уже не просто алгебру, а то, что называется дифференциально-градуированную алгебру, или что более эквивалентно более, А-бесконечность-алгебру, которую, ну, вот так назову, А-сигма, у которой нулевая компонента это как раз вот этой вот эндоморфизмы, ну, есть там первая, вторая, между ними есть всякие, в общем, не буду сейчас, конечно, рассказывать, что такое ДЖ-А-бесконечность-алгебры, вот, тем не менее, значит, такое существует, и тогда все это можно дальше обобщить, то есть реально, конечно, тогда тоже получается, что когерентные пучки на иксе, это эквивалентно производной категории, ну, модулей тоже, конечно, мерных модулей над этой А-бесконечность-алгеброй А-сигма, вот, но тут уже, значит, чем ситуация хуже? Хуже тем, что, ну, вот эту алгебру вообще-то надо описывать, и знание ее когомологии, то есть знание там вот здесь, как просто мы знаем алгебру, и все там, как она компонируется, этого недостаточно, а в бесконечность-алгебре там существует высшая операция умножения, все это надо знать, как говорится, чтобы реально вот все контролировать, держать в руках, и понятно, что это, значит, более сложный объект, поэтому понятно, что удобнее, когда у нас все-таки набор сильный, а не какой, а бы какой, вот, но... А вот любая, более-менее, гравлическая треомблерная категория представляется таким образом. Каким? Да, верно. Но тут как-то мы все смотрим, а только тел, который есть набор, то есть какой-то узкий класс обесконечность-алгебр... Совершенно верно, да, это правильный вопрос. Понятно, что в любой категории мы можем найти генератор, который ее порождает, взять алгебру, обесконечность-алгебру эндоморфизмов этого генератора, и вот мы получили в каком-то смысле описание, причем описание может быть, ну, столько, сколько у вас генераторов, столько у вас будет разных описаний. Вопрос в том, что, так же, как и в случае сильного набора, здесь про эту обесконечность-алгебру вы знаете, ну, она значительно проще, чем какая-либо другая обесконечность-алгебра. Ровно из-за того, что у вас нету стрелок, ну, у вас нету вообще никаких лупс, у вас нету никаких вот хождений туда-обратно. У вас все в одну сторону направлено. И это просто... Да, да, да. И это просто принципиально как бы все упрощает. Но даже если вы рассматриваете обесконечность-алгебру, у которой вот есть состоятельный, натянутый на исключительный набор, вы знаете, что у вас вот число объектов здесь такое, и морфизмы все идут только в одну сторону. Ну, неважно, какой они степень, они могут быть градуированы. Важно, что реально у этой обесконечность-алгебры старшие умножения, ну, вот кто понимает, про что я говорю, они заведомо уже ограничены, ну, вот количеством этих вершин. То есть они заведомо все больше, чем n, где n количество вершин, они все нулевые. То есть эта обесконечность-алгебра уже заведомо имеет только там m1, m2, ну, m1 можно там тоже минимальную модель сделать. Значит, m2, m3, там это, ну, не больше, чем mn. Даже mn-1 тут. Вот, поэтому это, конечно, она значительно более хорошо описываемая. В случае Колчанов можно описывать, да? Обесконечность-алгебра такие? Ну, это вопрос, что далеко не в каждой категории существует исключительный набор. Вот давайте все-таки я перейду к чему-то такому. Значит, исключительные наборы существуют очень редко. Значит, они позволяют вам категорию описывать, ну, то есть сводить как бы в какой-то, в каком-то смысле, вот как, например, сводить вопрос об описании инстантонов, то есть расслоения на p2, к вопросу линейной алгебры. Это не значит, что это просто, потому что линейная алгебра может быть очень сложной. Но, тем не менее, это линейная алгебра, понятно, да? Вот, значит. Но при этом мало где у вас, собственно говоря, такое может существовать. Ну, давайте я просто скажу. Я сейчас перейду чуть-чуть дальше к более общим вещам, а именно по ортогональным разложениям. Ну, значит, ну, исключительные наборы где мы знаем? Значит, исключительные наборы мы знаем на проективное пространство, квадрики, грасманы, многообразие флагов. Ну, какие-то флаги для обычной группы ЖЭЛ, имеется в виду. Значит, ну, это Белинсон, это все Капранов. Плюс некоторые многообразия, там, скажем, трехмерные многообразия В5, В22, неважно, что это такое сейчас совершенно. То есть, некоторый такой набор очень специальных многообразий. И дальше есть некоторые конструкции. Ну, есть еще некоторые, так скажем, арбифолды. Это когда вы переходите к арбифолдам, у вас там все это, мир, где существует исключительный набор, он так расширяется. Значит, некие арбифолды. Опять же, не хочу сейчас ничего такого касаться. Вот, и дальше есть несколько конструкций, позволяющих вам строить исключительные наборы, если вы знаете на одном многообразии, переходить на другое многообразие. Ну, какого сорта конструкции? Ну, например, банальная конструкция, стоящая в том, что если у вас на ИКСе есть векторное расслоение, вы можете взять его проективизацию, этого векторного расслоения, да? Получить такое проективное, ну, расслоение на проективное пространство над ИКСом. Ну, предположим, что на ИКСе у вас был исключительный набор, полный, полный, исключительный. Тогда вы получаете полный исключительный здесь. Ну, это такая, условно говоря, относительная теорема Беллинсона, да? Вот. А другой, более, значит, такой широкий класс конструкции следующий. Предположим, у вас есть многообразие ИКС, и в нем под многообразие ИКС. Все гладкое. И вы раздуваете ИКС в ИКСе. Получается такое, значит, новое многообразие ИКС волной. Раздутие ИКСа в ИКСе. Ну, над ИКСом как раз вот висит проективизация нормального расслоения здесь, к ИКСу. Вот. Тогда, если у вас на ИКСе и на ИКСе был исключительный набор, то полный, то будет исключительный набор на ИКС волной. То есть вот такими конструкциями вы можете расширять класс ваших многообразий. Ну, например, что для меня будет сегодня, про что я там буду говорить, например, есть такие поверхности, которые называются поверхности Дель Пеца. Поверхности Дель Пеца. Это поверхности, у которых антиканонический класс обилен. Значит, объяснять сейчас это не буду. Значит, все они хорошо описываются следующим образом. Любая поверхность Дель Пеца, это есть раздутие П2. Ну, это либо П2, либо квадрика П1 на П1. Либо раздутие П2 не более чем в 8 точках. Значит, в К-точках. П1, П2, ПК. К не больше 8. Находящихся в общем положении. Не буду объяснять, что это значит в общем положении в данном случае. Опять же, значит, кто хочет, это все может посмотреть, где нужно. Вот. Например, такие поверхности Дель Пеца. Ну, это можно по-другому сказать многообразие фана размерности 2. Вот. Вот для них тоже, ну, для них просто вот из этого утверждения, потому что на П2 вы знаете исключительный набор, дальше вы раздуваете точки, точка это, понятно, имеет исключительный набор. Ну, и на раздутие вы получаете тоже исключительный набор. Значит, я это потом чуть-чуть позже более подробно напишу. Я просто хочу сказать, ну, вот существует такой вот небольшой класс многообразий, а реально существует гипотеза. Значит, если на х имеется исключительный набор, полный, конечно, полный исключительный набор, то х рационально. Значит, рационально, понятно, что значит рационально. Ну, рационально значит, что некая его открытая часть по Зарисскому является частью проективного пространства. Значит, вот рациональное многообразие. А заведомо, значит, гипотезы совершенно никаким образом не доказаны. Вот. Заведомо ясно, что в обратную сторону, конечно, неверно. То есть существует куча рациональных многообразий, на которых нет исключительных наборов. Ну, по простой причине, например, возьмете П3 и возьмете в ней какую-нибудь кривую, не П1, там, эллиптическую или большего рода, и раздуете. Ну, вы получите опять рациональное многообразие, но заведомо уже не имеющее исключительного набора. Почему? Ну, потому что для того, чтобы был исключительный набор, необходимым условием является, что ваши, значит, ромбик-ходжа, вашего многообразия, кагомологии Hpq, должны быть равны нулю для при П, не равным q. То есть никаких гомологий, кроме диагонали, ромбика-ходжа, у вас заведомо не должно быть, чтобы у вас был исключительный набор. Я это потом даже объясню, почему так происходит. Так, значит... А можно вопрос? Конечно. Глядя на Калпча, можно ли определить, связан ли он с каким-то конным, исключительным набором на каком-то многообразии? Ну, ответ, в общем, нет. Но иногда ясно, что, ну да, можно пытаться это сделать, да, разными... Ну, например, там у вас есть такое понятие, как функтор сэра и прочими вещами, которые, понятно, как здесь функтор сэром устроен. И вы можете пытаться... Ну, этого функтора сэра, например, на многообразие, это сдвиг на канонический класс, подкрутка на канонический класс, да. Он там на канонь действует некоторым специальным способом, а именно у него все собственные значения единицы. Да, если вы, например, возьмете вашу категорию с исключительным набором произвольным, напишите там функтор сэра, посмотрите, как он действует на канонь, то это будет некий оператор, у которого, скорее всего, собственные значения не будут единицы. Ну, это сразу вам говорит, что он не может там быть, да, например. Ну, вот какого-нибудь такого сорта. Но так, в общем, нет. То есть ответ... Особенно если он, бог знает, какой длинный там, понимаешь, да? Да. Вот, там понятно, что если у вас там набор с двумя вершинами, ну, в общем, ясно, что ничего кроме вот, если две стрелки, то это P1, а если у вас там большее количество стрелок, то это уже заведомо не является исключительно набором, ни на каком многообразии полном, но заведомо является неполным набором на многообразии PN. Просто берешь О, его от единицы, и вот как раз он туда вкладывается. Это, кстати, называется еще некоммутативное проективное пространство в определении более-менее Концевича-Розенберга. Вот будет ровно такое. Вот. Значит, давайте теперь я сделаю некоторое обобщение, а именно то, что такое полуортогональное разложение, что такое допустимые категории. Значит, такое обобщение исключительного объекта называется допустимая подкатегория. Значит, определение. Вот у нас есть категория D. D – это наша D, B, Q, H от X, но я иногда для простоты буду D ее писать. И значит, вот у нас есть некая подкатегория, полная подкатегория в D. Я напишу в качестве I, как его, как функтор вложения. Вот. Эта категория называется допустимая справа. если вот этот функтор I имеет сопряженный справа функтор. Функтор Q из D в N. Ну, значит, аналогично можно определить допустимую слева, если имеется сопряженный слева функтор. В наших ситуациях, значит, ну, это, когда у нас гладкое проективное многообразие, у нас категория, если она допустима справа, то она, в общем, допустима слева, и тогда мы ее просто называем допустимой, с обеих сторон опускаем, просто говорим допустимая. Понятно, да? Ровно такие подкатегории мы будем рассматривать. Значит, другое равносильное определение, что такое допустимое, состоит в следующем. Для любой подкатегории N мы можем рассмотреть другую категорию, которая называется правый ортогонал к N. Это категория, которая состоит из таких объектов M из D, таких, что хомы из любого объекта из нашей категории N в этот объект равны нулю. Значит, для всех объектов N из нашей категории N. То есть, берем все объекты такие, что в них нету никаких хомов, ни из каких объектов из нашей категории N. Наша категория, допустим, значит, это полная триангулированная подкатегория. У нас все триангулировано, конечно, я забываю это, может быть, говорить, но это всегда так. Значит, N допустимая триангулированная подкатегория, поэтому понятно, что если есть объект N, есть все его сдвиги, поэтому, когда мы пишем здесь хомы, мне не надо писать хомы и ты, потому что, ну, просто взял сдвиг, это будет и ты хом из сдвинутого объекта, поэтому я просто пишу хомы для всех объектов N. Значит, это такой правый ортогонал называется. Так вот, теперь свойство, значит, опять же, факт. Н допустимая справа, это равносильно тому, что для любого объекта х из нашей большой категории D его можно разложить. Существует и на самом деле единственное разложение в таком виде N, X, M, где вот это является выделенным или точным треугольником, точный треугольник в триангулированной категории D. А, ну, самое главное, что N принадлежит, конечно, под категорией N, а M принадлежит ортогоналу. То есть, любой объект можно разложить значит, в него входит объект из N, а здесь находится, собственно говоря, объект из ортогонала. Ну и почему это то же самое, что здесь? Потому что, собственно говоря, что значит построить сопряженный функтор? Значит, нам нужно построить функтор из D в N, то есть для каждого объекта указать его как бы проекцию фактически на N. Да? И это, в смысле этого разложения, это вот ровно этот объект. Вот этот объект, это все равно, что, ну, правильно написать и Q от X. Вот. А то, что M принадлежит ортогоналу, вам и дает, что на самом деле вот это все у вас является сопряженным функтором, это все является вложением. В общем, вот это вот равносильные вещи. Так вот, как это связано с исключительным набором? Я утверждаю, что это есть обобщение понятия исключительного объекта. Почему? Потому что, на самом деле, вот, если вы взяли объект E из вашей категории, вы всегда можете, ну, на любой объект натянуть некую треангулирную категорию. Ну, каким образом? Ну, просто вот сказать, рассмотрю минимальную треангулирную категорию, содержащую этот объект, подкатегорию, полную подкатегорию здесь. С любым объектом всегда можете на него натянуть минимальную треангулирную Ну и понятно, что это полная подкатегория вашей категории конкерентных пучков на x. Так вот, оказывается, факт состоит в том, что эта подкатегория является допустимой тогда и только тогда, когда е исключительный. Значит, эта категория допустима равносильно, что е исключительный. Вот такое вот странное, тем не менее, обобщение понятия исключительного объекта называется допустимая подкатегория. И давайте, чтобы закончить уж в этот набор определений, я скажу, что такое полуортогональный набор и полуортогональное разложение. Значит, вот у нас есть набор теперь уже не объектов, а подкатегорий. N и T. Значит, этот набор называется полуортогональным. Если все N и T допустимы, с обеих сторон будем считать. Вот, и на самом деле N, давайте N, N я здесь напишу. И N и T содержится в правом ортогонале к N житому, когда жи больше и. Это вот то же самое, как бы, как исключительный набор, да. То есть вот исключительный набор, это в точности, вот если на каждый исключительный объект мы натянем категорию такую, ну, категорию вот как раз, которая эквивалентна категории точки, то это вот и есть полуортогональный, значит, полуортогональная последовательность допустимых категорий. Вот, ну и дальше мы говорим, что наша категория имеет полуортогональное разложение. Если этот набор полный, то есть если он порождает всю категорию, опять же, все в том же самом смысле, пишем таким образом. Называется полуортогональное разложение. Значит, какое есть полуортогональное, предположим, у нас есть допустимая категория N, то тогда всегда у нас сразу получается полуортогональное разложение. Какого вида? Ну, простого, значит, мы можем взять как раз N и правый ортогонал к ней. Его только надо писать раньше, чем N. Вот здесь. И сразу у вас получилось полуортогональное разложение. То, что это разложение, вот ровно этот факт, что любой объект может быть разложен в таком виде. Вот, значит, любой объект у вас склеивается из объектов из этих двух категорий. Вот как раз это допустимость. Конечно, мы хотим построить как можно более длинное полуортогональное разложение. Это позволяет нам как бы уменьшать эти категории, а значит, их более точно как бы описывать. Ну, чем меньше куски, тем более они простые. Значит, вот это вот называется полуортогональное разложение. И теперь давайте как бы, ну, естественный вопрос. Как часто, собственно говоря, у многообразия бывает допустимые подкатегории? Вообще, откуда их брать? Ну, вот факт стоит в том, что допустимые подкатегории – это очень-очень редко. Значит, допустимые подкатегории – это редкий случай. Ну, например, возьмем кривую C. А вот если мы возьмем два, если мы набор из двух объектов, и мы пробегаем один. Да, будет допустим. Да, конечно. Совершенно верно. Значит, если у вас есть две полуортогональные допустимые категории, то вы можете их склеить в одну допустимую подкатегорию. Совершенно верно. Значит, вот C у нас кривая, полная гладкая, то есть гладкая проективная кривая. Ну, если C – это P1, то тогда у нас есть O и O от единицы, полуортогональное разложение. Мы это уже обсуждали. А если C – это не P1, ну, например, лептическая кривая, то есть если род C больше равен единице, то никаких допустимых подкатегорий, в принципе, в них нет. То есть вашу категорию вы никаким образом вот на две уже разложить не можете. То есть это такая цельная вещь, совершенно ни в каком смысле не раскладываемая. Это как бы вот сразу такое… При этом просто подкатегории, как говорится, хоть ложкой ешь. Потому что, ну, с любым объектом вы можете… На любое множество объектов можете натянуть минимальную триангулярную подкатегорию полную, да, которую этот набор содержит. И сколько… Ну, там, понятно, безумное количество этих категорий. Но все они недопустимы. То есть в этом вся фишка состоит, что допустимость – это очень-очень-очень редкое свойство. Давайте… Можно описать проигодные? А? Что же мы? Они как-то вот описываются. Ну, значит… Да-да-да-да. Значит, вопрос… Можно попытаться описать, например, в таких терминах. Берем эллиптическую кривую, берем на ней какой-нибудь генератор. Ну, генератор, например, это О и линейное расслоение какое-нибудь, например, от одной точки или от двух точек. Ну, что нравится больше, да? Вот. Берешь вот этот объект, их сумму, а дальше пытаешься посчитать о бесконечность алгебру эндоморфизмов этого объекта в себя. Это очень нетривиальная вещь. Саша Ефимов как-то-то мне написал целый текст без единого слова, а одни вычисления там были, ну, так, страниц на 10. Вот. Вычисления о бесконечной структуре вот ровно на этой алгебре для эллиптической кривой. Ну, это безумная вещь, то есть с ним непонятно, что делать, потому что его даже не опубликуешь там ни в каком виде. Вот. Ну, там где-то на уровне шестой, м6, шестого умножения во бесконечности алгебры, у вас вылезают вот эти вот инварианты эллиптической кривой. Они где-то должны появиться, ваша категория восстанавливается. То есть ваша эллиптическая кривая восстанавливается по категории. Там, значит, где-то должна возникать там... Все это у него возникло, даже эти G2, G3, варианты там в каких-то местах, но на уровне М6, М7, там что-то такого. Вот. И это, в общем, не очень понятно, какой тебе прок будет от такого описания, как говорится, да? Это сам факт, что эллиптическая кривая восстанавливается. Не, это другой факт. Это факт, который не требует, условно говоря, там написания о бесконечности алгебры, да? Для этого. Вот. А вот написание о бесконечности алгебры... Следует, конечно. Это ровно следует... А, для эллиптической кривой не следует. Для кривой большего рода следует. Для эллиптической кривой не следует, но следует из другой теоремы про описание всех абелевых многообразий, когда они эквивалентны. Это тоже следует. Ну, как факт, в общем, да. Так вот, нет допустимых подкатегорий. Ну, дальше я могу сказать, например, если высшие размерности будете рассматривать, например, возьмете х, любое многообразие Калаби-Яу, а для меня это нужно просто понимать, что это значит, что канонический класс этого многообразия тривиальный. Ну, то есть, не Калаби-Яу в таком слабом смысле, в физическом смысле, уик. Слабое Калаби-Яу. Ну, ладно. Значит, то есть, например, абелевом многообразии, это тоже слабое Калаби-Яу в этом смысле. Вот, значит, вот берете такое Калаби-Яу, и тогда то же самое, нет допустимых подкатегорий. Вот, то есть, на самом деле, это редкость. Более того, давайте совсем уж тогда философию скажу. Что такое, как нужно понимать себе эту допустимую подкатегорию? Вот, предположим, у вас есть допустимые подкатегории в категории когерентных пучков на х, где х гладкая и проективная. Так вот, я утверждаю, что вот это N нужно себе понимать как гладкое проективное некоммутативное многообразие. Гладкое проективное некоммутативное многообразие. Вернее, как частный пример, одни из самых простых примеров гладких проективных некоммутативных многообразий. Есть некое определение, что такое гладкое проективное некоммутативное многообразие, Ну, которые любят, например, Максим Концевич, да? Там или Тойн. Значит, они их определяют в терминах некоторых А-бесконечность алгебр. То есть вы должны рассмотреть, например, какую-то А-бесконечность алгебру. А, скажем, ее обозначим. Рассмотреть на ней категорию совершенных комплексов. Не важно, что это такое. В общем, по ней нечетным образом стоят. То есть такие категории самых простых модулей, которые вот эти А порождена. Можно компактный объект? Можно так сказать. Совершенно верно. Вот. Значит, берете эту категорию. И теперь вопрос, что значит, что эта категория мы называем гладкое проективное многообразие, не коммутативное. Это условие вот на эту алгебру А. Значит, ну, проективность означает то, что в вашей категории все хомы между любыми объектами у вас конечномерны. Здесь это можно выразить простым образом, что, ну, кагомологии вашей ДЖ-алгебры или А-бесконечность алгебры, вот сумма всех кагомологий, они конечномерны. Это проективность как бы. А гладкость выражается в других терминах, что А, как бимодуль над собой, принадлежит категории совершенных комплексов в категории бимодулей. Ну, в категории бимодулей. Вот так напишу. Значит, то, что диагональ – это такое свойство многообразия. Предположим, у вас есть многообразие х, и вы рассматриваете диагональ в произведении. х на х. Так вот, х гладкое тогда и только тогда, когда структурный пучок диагонали имеет конечную локально свободную резольвенту. Такое свойство гладкости. Вот, теперь его можно перевести в некоммутативный случай и даже на любую А-бесконечность алгебру. Вот такое как бы моделирование дает вам, условно говоря, то, те категории, которые мы называем гладкими, проективными, некоммутативными многообразиями. Каков мир этих гладких, проективных, некоммутативных многообразий? Я, честно говоря, не очень понимаю. Но очевидно одно, что вот все вот эти допустимые подкатегории таковы. То есть они заведомо находятся там. То есть у нас примерно ситуация такая, что у нас есть коммутативный мир, но вот гладкие, проективные, коммутативные многообразия. Этот мир мы можем естественным образом расширить с помощью добавления допустимых подкатегорий. Вот таких N в категориях гладких проективных многообразий. Такие как бы прямые слагаемые. Ну не прямые, а не полуортогональные слагаемые добавить. То есть геометрические, я так назову, геометрические, некоммутативные, гладкие, проективные многообразия. А есть вот весь мир просто некоммутативных. Ну везде здесь мы пишем гладких проективных. Конечно, слово проективных в смысле некоммутативных нужно брать вот так в кавычки. Имеется в виду собственные. Ну в общем, не важно. Многообразие. Вот условно говоря, разницу между этими мирами я не очень себя хорошо понимаю. Но заведомо ясно, что вот эти там находятся. И заведомо они нам дают какое-то большое количество примеров таких многообразий естественным образом. Просто потому что они допустимы под категорией в обычных коммутативных многообразиях. Вот. Значит, это такая немножко философия. А теперь давайте я скажу про аддитивные варианты. Собственно говоря. А именно... Как можно пытаться увидеть что-то... Ну понятно, да, вот у нас есть какая-то категория, непонятно как ее описать. Но мы можем пытаться навести на нее какие-то аддитивные инварианты. И посмотреть про эти инварианты, что-то понять про эту категорию. Ну самый простой инвариант, который категорией сопоставляется, вот такой триангулированный, это ее группа Гротендика, К0, АД, группа Гротендика. Что-то такое. Это некоторая Абелева группа, которая строится следующим образом. Но вы берете все объекты вашей категории Д, у вас есть... И дальше, значит, наводите на них просто формально их можете складывать. Натягивайте на все объекты просто формально Абелеву группу. А потом, если факторизуете по естественным соотношениям, какого сорта. Ну понятно, какого. Что если у вас три объекта А, Б и С включаются в выделенный треугольник, то вы пишете, что класс Б равен классу А плюс С. Поэтому по всему хозяйству факторизуете и получаете группу Гротендика. Гротендика категории, триангулирной категории, категории Д. Ну вот, например, вы взяли производную категорию когерентных пучков на Иксе. Значит, взяли от нее группу Гротендика. Ну а это, на самом деле, просто группа Гротендика, конечно, Абелевая категория когерентных пучков. Ничего тут нового нету. Ну, обычная группа Гротендика К0 от многообразия Х, чаще всего пишут. Тут уже неважно, 0 вверху, внизу, потому что все гладко у нас. Вот, значит. Например, чему равно К0 от проективного пространства? Это только для гладкости. Ну, нет, от категории, от любой ты можешь брать К0. Вопрос. Для Иксова у тебя есть выбор. Ну, это, условно говоря, давай зачеркну. Ну, неважно, что это такое. Вот. Значит, для негладкого у тебя есть... Давай теперь по существу. Для негладкого у тебя есть когерентные пучки и совершенные комплексы. Ну, просто можно взять векторные расслоения на Иксе. Это категория точная по квилену. У тебя есть К0 здесь и есть К0 здесь. Это две разные К0. Одно пишется 0 наверху, другое 0 внизу. Я, честно говоря, опять не всегда помню, что там где. По-моему, здесь... Ну, это вот... Но для гладких это все совпадает, поэтому все одно и то же. Вот. А для негладких у тебя просто есть две разные К0. Вот и все. Вот. Значит, теперь. Как эта К0 ведет себя относительно полуортогонального разложения? Вот категория наших когерентных пучков полуортогонально разложилась. Н1... А, извините, я вопрос задал, на него не дал ответа, не услышал тоже никакого ответа. Нет, кого. Чему равно К0 от проективного пространства? Те, кто знают про компактные объекты, могли бы ответить. Нет? А? Зн плюс 1. О, есть люди, которые знают более правильные вещи. Зн плюс 1. Правильно. Вот. Совершенно верно. Значит, вот такая простая абелева группа. Это К0 от проективного пространства. Значит, теперь мы рассмотрим когерентные пучки на иксе. Значит, и, предположим, у нас есть полуортогональное разложение. Н1 и так далее. Н, Н. Как себя К0 ведет при полуортогональном разложении? Оказывается, ведет как раз себя очень хорошо и просто. И, в общем, это естественно. К0 от икса. Разрешите, для краткости я буду так писать. Значит, равно просто сумме К0 от этих, Н1 плюс и так далее, плюс К0 от НН. Но, то есть, аддитивно. Тем самым я говорю, что К0 является аддитивным инвариантом категории. То есть, оно ведет себя аддитивно при полуортогональном разложении. Вот в эти слова я вкладываю ровно этот смысл. Какие еще у нас есть аддитивные инварианты для категорий? То есть, что еще так же себя хорошо ведет при полуортогональных разложениях? Ну, высшие каитые группы на самом деле. Ну, не буду уж, то есть, я не буду заниматься объяснением, что такое высшие каитые. И как они определяются для категорий абстрактных. Ну, для многообразия, я думаю, многие знают, как они определяются. В общем, тем не менее, все каитые так же себя хорошо ведут полуортогонально, относительно. То есть, вся категория, давайте просто здесь звездочку поставлю и все. Вся категория у нас так себя ведет относительно. И это можно даже понимать не в смысле каитых, а в смысле спектров настоящих. Вот. Так вот она себя ведет относительно этого разложения. Вот. А есть еще один интересный вариант, тоже, который себя так же ведет хорошо, то есть, является аддитивным. Это гомология Хокшильда. С любой такой категорией я могу связать гомологии Хокшильда. Значит, быстро напоминаю, что такое гомология Хокшильда для алгебры. Значит, гомология Хокшильда для алгебры А – это торы А, само собой, как бимодуля. Как бимодуля. С точки зрения многообразия гомологии Хокшильда, многообразие – это то же самое. Ну, это одно из определений, они все равносильные – торы структурного пучка диагонали с собой на квадрате икса. У вас есть пучок, вы можете взять все торы. Вот это гомология Хокшильда. Для многобрации это некое утверждение. У этого утверждения, к сожалению, есть разные авторы, и непонятно, кто насколько его хорошо доказал. Поэтому я всех их опускаю, а просто пишу утверждение. Значит, утверждение состоит в том, чтобы никого не обидеть, всех опущу. Значит, утверждение состоит в том, что гомология Хокшильда, значит, это есть, и ты гомологии Хокшильда, это есть прямая сумма Hpx омега q, ну, которую мы чаще всего пишем, я чаще всего это называю Hpq. Вот, значит, сумма по p-q равным i. То есть это то, что вертикали ромбика Ходжа. Вот вертикали ромбика Ходжа для x, гладкого проективного, значит, x гладкий проективный. Это в точности гомологии Хокшильда. Например, нулевая гомология Хокшильда, это диагональ, вертикаль, вот самая такая диагональ ромбика Ходжа, да, вот главная вертикаль ромбика Ходжа, это нулевые. А дальше бывают там минусы и плюсы. Они бывают отрицательные, бывают положительные. Да, ну, да, наверное, ты прав. Ну, хорошо. Ну, не знаю. Хорошо. Ну, ладно, ты прав, ты прав. Я сейчас могу вспомнить, что правильно, может быть, я и здесь вот ошибся, то есть в какую сторону. Вот, ну, ладно, меня простите. Я, конечно, могу это восстановить, но не хочу на это время сейчас тратить. Вот, значит, чем вот гомологии Хокшильда, они тоже являются аддитивным инвариантом. То есть гомологии Хокшильда категории, ну, вот Икса, например, вот в этой ситуации, также есть сумма гомологии Хокшильда вот этих вот N1, Nn. То есть они также ведут себя аддитивно. Значит, нет, не определял я, но я вам сказал, что вот они есть, вот ровно таким образом они определяются для любой бесконечности алгебры. Вот в таком же контексте совершенно вы можете определить. То же самое вы можете определить для категории совершенных комплексов для бесконечности алгебры. Нет, конечно, я не буду сейчас этим заниматься. Я просто вам говорю, что они есть, и они ведут себя так. Вот, значит, так же, как и К-теорию я здесь не определял. Ну, К-ноль, да. Ну, а выше уж не стал, естественно, тоже. Это отдельное занятие делать это. Вопрос не в этом. Вопрос вот в чем. Значит, можно ли... Вот вопрос, который встал естественным образом. Сейчас объясню, почему он встал, собственно говоря. Ну, он естественный вопрос, но встал он не потому, что он естественный, как обычно, а по совершенно другим причинам. Вопрос, можно ли допустимую подкатегорию N в db кох от x увидеть с помощью аддитивных инвариантов? Ну, такой вопрос глобальный. А так, кандово по-простому. Может ли быть допустимая подкатегория, у которой К-ноль от N нулевая? Например. Ну, вообще категории я могу настроить много каких, я как говорил, разных, да? Но это очень специальные категории. Это гладкие, некоммутативные, на самом деле, многообразия. А они бывают очень редко встречаются, эти полуортогональные подкатегории. То есть это не абы что, это, конечно, очень редкая вещь. И поэтому возник такой вопрос, а можно ли, может быть, доказать такую фишку, что если у тебя есть допустимая подкатегория, то К-ноль от нее всегда нетривиальный. И была даже гипотеза, что на самом деле так и есть. Вот такие штуки я назову фантомами. Значит, фантомом, теперь определение, скажем, чего мы ищем и про что мы говорим. Кто такой фантом? Или фантомная геометрическая категория? Фантом – это допустимая, ну вот, допустимая, треангулированная полная подкатегория в категории гладкого проективного многообразия Х. Значит, Х гладкий проективный. Такая, что К-ноль от Н равно нулю. Вот такая. Такое рабочее определение. Значит, откуда оно возникло? Возникло оно из очень простых вещей. Люди же все ленивые. Все хотят быстро в дамки, да, как говорится. Ну как? Вот. Строим исключительный набор. Вот хочется что-то там построить на каком-то многообразии исключительный набор. Предположим, как обычная жизнь устроена. Вот ты нашел там многообразие. Значит, ты хочешь на нем исключительный набор построить. Ты веришь, что он существует. Дальше ты предпринимаешь много-много усилий. Потеешь там все. Строишь исключительный набор. Он у тебя оказывается каким-то сложным, длинным и прочее, прочее. Но ты, в конце концов, счастливый, строишь исключительный набор НН на производной категории когерентных пучков на ИКСЕ. Например, это какое-то многообразие Грассмана с какой-то сложной группой. В смысле необычной группы ЖЛ, а может быть там ортогональная группа или что-то еще, там какая-нибудь Е8 группа. Я не знаю. Построил. Вот. Построил. Исключительный набор. И ты такой исключительный набор построил, по которой ты веришь, что он полный. В каком смысле ты веришь, что он полный? Ну, ты знаешь К0 здесь. Про К0 ты уж можешь посчитать. И она у тебя свободная Абелева группа ранга Н. Где Н никак не связана с размерностью вашего многообразия. Поэтому давайте я здесь напишу какой-нибудь Н большой. Тоже плохо. С. Неважно. И она у тебя ровно такого же ранга, сколько ты построил исключительных объектов. Более того, ты даже легко проверяешь, когда ты их построил, что они порождают эту К0. И что у тебя получается? У тебя получается такая фишка. Значит, ну ты честный человек. Ты же не можешь сказать, что ты построил полный набор. Ты должен доказать, что он полный. Как доказать, что он полный? Ну, взять этот набор и рассмотреть, предположим, что он неполный. Тогда к нему есть ортогональное дополнение. Вот какая-то категория А здесь висит, которая ортогонально всем им находится здесь. Допустимая, очевидно, просто как ортогональное дополнение. У тебя все здесь раскладывается. Вот, и про нее-то ты знаешь, что у нее К0 от А равно 0. Конечно, тебе хочется сказать, а вот у меня есть теорема. Таких категорий не бывает, и я в дамках. Все. Я доказал, что у меня полный исключительный набор. И это было бы очень естественно. Все так и всегда хотели делать. Потому что всякий раз, когда тебе надо доказать, что набор полный, ты должен потом еще в три раза больше места и времени потратить, а ты уже и так весь потел, да? Это что значит доказать, что вот он, естественно, порождает твою категорию. Но, и поэтому сразу такой вопрос и возник. И возникла даже такая гипотеза, потому что люди все верят в лучшее. Вот, они сразу предполагают. А таких категорий не бывает, давайте гипотезу сформулируем. Ну, формулируют там, нигде не пишут, неважно. Леша Бондал, наверное, ее формулировал, я так думаю. Думаю, может быть, еще кто-то. Вот. Ну, и потом про это так немножко все забыли, но в это очень сильно верили. Вот. И потом, значит, началась такая деятельность год назад. По поводу того, а действительно вдруг оказалось, что не так уж очевидно, что этих фантомов нет. А потом оказалось, что на самом деле они есть. Вот. А ситуация примерно такая. Значит, по порядку. Несколько пунктов. Значит, сначала появляется следующая статья. С чем она связана? А, давайте. Мне надо написать, определить некий геометрический мир, про который мы сейчас будем говорить. Рассмотрим поверхности. Гладкие, гладкие проективные поверхности S. Такие, что у них Q и регулярность равна нулю, Pg равно нулю. Для тех, кто не знает, Q это H1, а то Pg это H2, а то да, размерности, ну да, ну вы поняли все. Маленькие можно здесь написать, совершенно верно. Вот. Значит, они у нас равны нулю. Вот. Но это поверхности общего типа. У них канонический класс обилен. Оказывается, такие поверхности существуют. Вообще, так, по смыслу это напоминает рациональные поверхности. Ну, например, поверхность Дель Пеца, да, вот они такие. Вот. Но критерий Костыльного о том, что поверхность является рациональной, оно требует того, чтобы еще P2, то есть сечение второго степени канонического класса обращались в ноль. Здесь этого нету. И оказывается, что такие поверхности общего типа существуют. Они даже часто называются ложными поверхностями Дель Пеца. То есть они на уровне кагомологии выглядят как поверхности Дель Пеца. Но совершенно не поверхности Дель Пеца, у которых минус канонический класс обилен, а у них канонический класс обилен. Они поверхности общего типа. И такие поверхности в разное время разные люди строили. Ну, первым, наверное, Мамфорт построил с помощью пеодической униформизации. Ну, это такая очень сложная конструкция. А дальше люди уже начали геометрически такие поверхности строить. И вот оказывается, что такие поверхности существуют. Значит, какие у них, собственно, варианты у этих поверхностей? У нас есть равенство ньотера. C1 в квадрате плюс C2 равно 12 хиато. Ну, у нас хиато равна единице вот из-за этого. Значит, у нас просто это равно 12. Ну, а дальше C2. Мы знаем, что такое C2, да? Это сумма кагомологии. То есть это просто Эллеровая характеристика. Вашего многообразия. Е, да? От вашего поверхности S. Вот. Ну, а C1 в квадрате – это вот степень конкласса. Значит, например, у P2 что у нас тут есть? Ну, C1 в квадрате у нас 9, а C2 у нас тройка. Дальше идут поверхности Дель Пецо. Да, куда они идут? Ну, понятно. Вы можете раздувать точки, у вас C1 в квадрате уменьшается, а C2 у вас увеличивается, да? И, например, если у вас на P2 вы раздули P2 в 8 точках, такую поверхность Дель Пецо, такие поверхности Дель Пецо рассмотрели, то у вас, наоборот, здесь C1 в квадрате равно 1, а C2 равно, соответственно, 11. Вот. Значит, так вот, оказывается, это вот поверхности Дель Пецо. И весь спектр у вас вот от P2 до любых раздутий, вот здесь вот все это реализуется. А оказывается, есть теперь для каждых таких есть поверхности общего типа. Эти поверхности общего типа, значит, вот в зависимости от того, какие у них эти варианты, такими фейк ложными Дель Пецо они, соответственно, и называются. Так вот, что оказалось, значит, первое произошло следующее, что такие ребята Бернинг, ну, я по-русски напишу, там по-английски я могу ошибиться, Бернинг, фон Ботмер и Сосна, значит, они год назад рассмотрели такую поверхность Гадо, которая является фейк вот этой вот в 8 раздутых точках P2, то есть у нее, а строится она следующим образом, вы должны рассмотреть сумму пятых степеней, поверхность, которая есть в сумме пятых степеней, и отфакторизовать по некоторому действию группы Z5, которые там кси, кси квадрат, кси куб, кси в четвертый, вот по этим координатам действуют. Отфакторизуете, получите некую поверхность, которая является вот такой общего типа фейк P2 в 8 раздутых точках, и поверхность Гадо, то есть у нее вот все это выполнено, но она, конечно, она не односвязна, вообще почти всегда эти поверхности не односвязны, у них есть нетривиальное P1, но это P1 нетривиальное, оно не дает, значит, H1, Q при этом равно нулю, то есть H1 у тебя группа кручения получается какая-то, вот P1 у этой поверхности Гадо, оно Z5, вот, значит, и вот на этой поверхности Гадо ребята построили исключительный набор, достаточно длинный, а именно из линейных расслоений этот набор состоит, поэтому я могу здесь писать L1 и так далее, L11, построили исключительный набор длины 11, что отсюда следует, отсюда следует, что к этому набору существует некий ортогонал, и про этот ортогонал мы получаем следующее свойство, значит, чему равно К0 вот от поверхности этой Гадо, С, К0 от поверхности Гадо, это на самом деле следующее, это Z11 плюс вот это вот Z5, на самом деле, ну не это двойственное, Z5, не важно, вот, значит, то есть вот как устроена К0 от этой поверхности Гадо, они построили 11 исключительных расслоений, которые на самом деле порождают полностью всю эту Z11, то есть у них получился под категорией А, который теперь называется квазифантом, у которой К0 от А, это группа кручения Z по 5. Более того, вы можете посмотреть на гомологии Хокшильда, а с гомологиями Хокшильда все значительно проще, гомологии Хокшильда у нее нулевые. В этом смысле она квазифантом. На самом деле, это некоторая такая достаточно, ну, специальная теория, которая говорит о том, что К-теория является в каком-то смысле универсальным аддитивным инвариантом. То есть, условно говоря, если вы занулите К-теорию, то все аддитивные инварианты у вас занулятся. Мы здесь К-теорию, конечно, не занулили, но так можно сказать, ну, я не буду сейчас это так строго пояснять, но фактически мы ее занулили после тензорного умножения на Q. Тензор на Q умножишь, мы все это занулили. Ну, отсюда гомологии Хокшильда занулились. Вот почему гомологии Хокшильда нулевые? Ну, потому что, на самом деле, они пропускаются через тензорное умножение категории на Q. Но это я сейчас объяснять не буду. В общем, они нулевые. Появилась такая категория. Честно говоря, я начал читать эту статью и не смог ее прочитать. Почему я не смог ее прочитать? Ну, потому что они используют какую-то программу Маколей для того, чтобы там что-то посчитать. Я в программах не разбираюсь, я человек маленький, простой, в этом смысле не умею. А верить какой-то программе я не могу. Ну, говорят, вот посчитаем, получили. Ну, как бы меня это не устраивает. Поэтому мне хотелось все-таки научиться что-то руками строить, чтобы я понимал. И главное, я не могу понять, они там ошиблись, не ошиблись, я не знаю. Поэтому там где-то через два месяца, после того, как они написали эту статью, мы с Валерой Алексеевым рассмотрели другую поверхность, поверхность бурния. Значит, она является значительно более простым с точки зрения раздутия. Она является фейк раздутия P2 в трех точках. Значит, у нее инварианты такие же, как у P2, раздутая в трех точках. То есть у нее C1 в квадрате равно шести, а C2 тоже равно шести. Понятно, да? Вот. Но интересны эти поверхности еще тем, что в отличие от поверхности Гадо, которая одна и она жесткая, этих поверхностей четырехмерное семейство. То есть у них есть параметр деформации. Вот. Рассмотрели, значит, мы таких поверхностей бурния. Ну, я, может быть, на какой-нибудь лекции мог бы объяснить, это очень интересная конструкция, люблю всю эту геометрию, как они строятся, как описываются, это вообще интересно. Но сейчас времени на это нету, я уж это все пропускаю и опускаю. Вот. Значит, ну, на этой поверхности мы построили тоже исключительный набор из линейных расслоений. Откуда мы его взяли? Ну, понятно, откуда. Потому что я понимаю, как, то есть, все понятно, как все на Дель Петсу устроены, исключительно наборы. А тут фейк Дель Петси. Тебе нужно пытаться взять какой-нибудь правильный набор на Дель Петсу из линейных расслоений и попытаться посмотреть, не соответствует ли здесь он тоже исключительному набору на этой фейк Дель Петси. Ну, в общем, короче, нашелся исключительный набор здесь из шести линейных расслоений, которые даже в три блока организуются. Но это я сейчас говорить не буду. Неважно. Из шести штук. Да. Значит, а что про эту бурнию известно? У этой бурнии Пи-1, она на самом деле бесконечно мерная группа. Но Пи-1 фактор по коммутанту это будет, то есть, на самом деле, то, что называется H1, то есть, это просто H1 первой гомологии с коэффициентами Z. Значит, это будет Z2, взятые шесть раз. Вот такая вот штучка. Значит, и, собственно говоря, К0 от S, ну, по этим же причинам, это есть Z в шестой плюс вот это вот Z по модулю 2, взятые шесть раз. Вот такая вот К0. Значит, здесь тоже строится исключительный набор. Понятно, что к нему также есть ортогонал. То есть, вот такая тоже квазифантом. Этот квазифантом чему удовлетворяет? Ну, тем же самым свойством, как и у этих товарищей. Значит, что К0 от него есть Z только теперь два уже, в шестой. А гомологии Хокшильда также нулевые. Значит, ну, как бы другой пример. Интерес здесь стоит, для меня стоял в следующем. Значит, ну, кроме того, что я это еще использую сейчас, вот, интерес стоял в том, что существует, как я сказал, четырехмерное семейство деформаций. И очень интересно, а поверхность восстанавливается по производной категории. Это, как бы, значит, теорема, которую я сегодня еще скажу на другой лекции. Вот, значит, поэтому хотелось бы понять, где зашита деформация этих поверхностей. То есть, как можно увидеть? Можно рассмотреть этот исключительный набор, что, собственно говоря, мы и сделали. Рассмотрели этот исключительный набор и увидели, что категория, порожденная этим исключительным набором, она жесткая, она вообще не деформируется. Не просто в этих поверхностях, она вообще, в принципе, не может деформироваться абстрактно. То есть, некуда деваться там совершенно. То есть, при деформации поверхности С, все вот это остается такой кирпич, который не меняется никаким образом. Огромный, занимающий все пространство почти в К0, который не... То есть, остается... А меняется вот эта вот маленькая фигулина, которую почти не видно. Вот она на самом деле меняется, и Саша Кузнецов там на уровне Кога, Малоги, Хохлида проверил, что все деформации, на самом деле, в точности соответствуют к деформациям вот этой вот штучки. Вот. То есть, получилась такая странная вещь, что деформации производной категории в точности, значит, контролируются деформациями вот этой вот маленькой квазифантомчика, которую почти не видно. Ну, за исключением того, что К0 все-таки Z2 в шестой. А она вот деформируется. А это совсем не деформируется. Это для меня было немножко удивительным, честно могу сказать. Вот такой факт. Значит, это был второй пример. Третий пример, в каком-то смысле еще более простой, рассмотрели ребята Галкин с Шиндером. Значит, Галкин, Шиндер. Они рассмотрели некоторые фейк P1 на P1 ложный. Это поверхность, которая называется поверхность Бавиля. И там вообще набор из четырех объектов состоит. Ну, набор как бы почти полный, да. Там тоже P1 бесконечно мерное, но H1, значит, да. Значит, они там ошиблись. Ну, не они ошиблись. Значит, им не повезло. Ошибся человек, который считал это H1, Катанезе, когда-то. Все посчитал неправильно. Значит, а они не проверили, и это использовали. Значит, вот, ошибка у них получилась. Ну, эта ошибка не принципиально на них влияет, потому что, значит, H1 там по-настоящему равна Z5, Z по модулю 5 в третий. У Катанезе было написано, что это Z5 в квадрате. У него было неправильно написано. То есть неправильно посчитано просто. Вот. Значит, они считали, что это Z5 в квадрате. Построили там полный исключительный, то есть не полный, а вот такой почти полный исключительный набор. И, значит, соответственно, квази-фантом у них получился. Вот. Их построение, конечно, никак не зависит от того, что у них они взяли Z5 в квадрате, а на меньше, ну, построили. Все равно, ответ правильный. Но дальше они пытались там описать все исключительно наборы. Они там описали в предположениях, что у них Z5 в квадрате. Но это неверно, потому что Z5 в клубе. Вот. Но не важно. Важно, что набор там, тем не менее, существует. Квази-фантом существует. И только, конечно, канолит него, опять же, не Z5 в квадрате, как у них написали, а Z5 в кубе, вот. Но, тем не менее, там такая штука тоже существует. Квази-фантом. Вот. Значит, получили кучу разных квази-фантомов. И теперь все-таки вопрос о настоящий фантом, да? Ну, вот, чтобы каноль занулить. Вот. Значит, естественный вопрос стал. Ну, и тут как бы разные пути. Пути наши разошлись, как говорится. Вот. Значит, одни ребята, а именно вот те, которые Бернинг, Фотботвор и Сосна, они решили, понятно, взять поверхность, у которой нету P1 односвязанного. А такая поверхность существует. Она называется поверхность Барлоу. Она, значит, фейк раздутия в восьми точках P2. Вот. И, значит, они пытались там построить набор максимальной длины. Так как там нету P1, там нету кручения в К0, получается, что если ты строишь максимально длинный набор, то ортогонал у тебя получается категория, ну, одно из двух. Либо у тебя ортогонал – это категория фантом, либо он нулевой. Вот. По некоторым причинам он не нулевой. Это можно показать по разным причинам. В общем, в гипотезу про то, что поверхность, что в многобрасте должно быть рациональность, на нем есть. А мы верим. Она так выживает и сохраняется. Вот. Показать, что там что-то есть – это некая работа, но можно. Короче, таким образом можно строить фантом, рассмотреть поверхность Барлоу. Не буду рассказывать, что такое поверхность Барлоу. Значит, а мы с… Как оно у него? Ну, вот Z в одиннадцатый, только вот без этого. Вот этого нету просто. Вот. Значит, а мы решили сделать другой финт. Значит, такой с Сережей Горчинским. Они довели потом. Значит, да. Получилось, да. Значит, ну, они статью поставили через две недели после того, как мы с Сережей Горчинским поставили в архиве. Ну, это, конечно, все независимо, очевидно. Вот. Там вообще никак одно не связано с другим. И все конструкции другие. Вот. Ну, в общем, такая… В общем, одновременно, можно считать, это было сделано. Вот. Значит, а мы с Сережей Горчинским сделали другой мув. Значит, предположим, вот у нас есть одна поверхность S и другая поверхность S''. И, предположим, здесь есть квазифантом A, а здесь есть квазифантом A'. Значит, что такое квазифантом? Ну, квазифантом тот, у которого… Это значит подкатегория в ДБ, КОХ, АТС, которая есть дополнение, как бы, к такому максимально длинному исключительному набору. То есть такая категория, у которой К0 от А – кручение, это группа кручения, да, а гомология Хокшильда у нее нулевые. Ну, вот, условно говоря, назовем такое квазифантомом. Определение будет, да? Квазифантом. И здесь есть другой квазифантом. Тоже кручение. И тоже такие же вот штуки выполнены. Что можно дальше сделать? А дальше можно сделать такую хитрую вещь. Давайте перемножим S на H'. Так вот, оказывается, что можно определить некоторую категорию, которую я условно назову тензорным произведением A на H', которая есть полная допустимая подкатегория в производной категории произведения. Здесь она допустима. И которая порождена объектами. Ну, условно говоря, вот у вас есть произведение двух многообразий. Вы можете объект отсюда поднять, и отсюда можете поднять объекты. Их тензорно перемножить, да? Взяли объекты за, подняли. И взяли объекты за, штрих подняли. Тензорно перемножили. Получили объект на произведение. Взяли все такие объекты. И ими специальным образом породили категорию. Специальным образом, потому что я говорю не просто обычную, как я рассказывал, минимальную, а еще с добавлением прямых слагаемых. Но я сейчас в это вдаваться не буду. Вот это вот все заключено в этом квадратике. В общем, существует вот такая категория, заведомо нетривиальная, потому что A и H' нетривиальные, которая допустимая подкатегорией здесь. А, значит, теперь можно попытаться про нее подумать, понять, как она устроена, как у нее устроена вот эта вот К0. Если кто-то думает, что это тензорное произведение, это неверно. Вот, к сожалению. Но так хотелось бы. Значит, и оказывается, что вот получилась такая теорема, которая нетривиальная не потому, что мы сделали что-то нетривиальное, а потому что она основывается на теореме Меркуриева-Суслина, которая очень нетривиальна. Вот, а именно некоторые следствия из этой теоремы, основной как бы момент в доказательстве, состоит в следующем. В общем, теорема говорит так, что если А и А' – это квазифантомы, вот как я их здесь описал, на поверхностях, на поверхностях, и К0 от А и К0 от А' – взаимно просты, порядки К0 от А взаимно просты, то К0 от А на А' будет нулевой. Ну, то есть, реально получилось, что действительно в данном случае К0 – это и есть тензорное их произведение, то есть, есть естественное отображение из тензорного произведения сюда, но тензорное произведение двух Абелевых групп взаимно простого порядка нулевое, и получилось, что и здесь К0 нулевое. Но более того, вообще, про эти категории мы получили дальше более сильное утверждение. На самом деле, все КО-теории, то есть, это настоящий не просто там фантом в таком наивном смысле, а это настоящий фантом, у него все КО-теории нулевые, то есть, его нельзя увидеть ни с помощью никаких действительно аддитивных инвариантов. И эти КО-но получаются каким образом? Ну, вот таким. Берем поверхность Бурния, здесь Z2 в шестой квазифантом, и берем поверхность ГОДО, там Z5. Вот их две перемножаем, как я здесь сейчас сказал, получаем категорию в произведении уже на четырехмерном многообразии, которая допустимая, значит, и у которой является, как я уже сказал, теперь фантомом получилось. Вот. И более того, она фантом в сильном смысле. У нее все К-теории равны нулю, ну и на самом деле, и так это можно сформулировать в более таком правильном смысле, у нее К-мотив, то, что называется нулевой. Ну, есть такое понятие К-мотив, откуда все следует, конечно, и что, и К-теории нулевые, и прочее, прочее. В общем, она фантом в сильном смысле. В сильном смысле. Вот. Значит, вот такой первый пример фантома, нетривиальный. Ну и, на самом деле, а ребята, значит, действительно эту Барлоу дожали, по-видимому. Я не проверил, честно скажу. Ну, они ее сказали, что вот, по крайней мере, текст имеется, значит, они ее дожали, построили там тоже набор длины 11, и у них тоже получилось ортогональное дополнение, которое тоже является фантомом. А из нашей теории сразу следует, что это фантом в сильном смысле. То есть, к ней тоже можно применить вот все, что мы там понаписали, Сереже Горчинским. То есть, у них получился тоже фантом. Они, конечно, не доказывали, что он у них в сильном смысле фантом. Они только К-0 доказали, что нулевое. Но, применяя нашу теорему, можно получить, что у них получился тоже фантом в сильном смысле. Таким образом, получились фантомы в сильном смысле не одним уже способом. И самый интересный вопрос, который я до сих пор не знаю ответа, как бы научиться такую штуку описывать внутренним способом. То есть, построить бы А-бесконечность алгебру с совершенными комплексами, над которой этот квазифантом является. Хоть один пример. То есть, квазифантом было бы достаточно, а потом можно было бы тендерно перемножить и в данные, как говорится. То есть, научиться описывать бы такие категории не вот так внешне, то есть, не как полуортогонал в чем-то, а изнутри. Как модули, как совершенно комплекс над какой-то А-бесконечностью алгебры. То есть, хотел бы я очень увидеть эту А-бесконечность алгебру, совершенной комплексом, над которой дают фантом. А-бесконечность алгебры А-бесконечность алгебры